Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день публикуются видео по танкам. Но, к сожалению, YouTube подписчикам отправляет не более трех уведомлений о выходе новых видео в течение 24 часов. И поскольку у нас в игре новостей гораздо больше, нежели 3 новости в день, я решил публиковать дополнительное видео на втором своем канале. Переходите на вот этот канал по ссылочке, которую вы найдете в описании к этому видео. Подписывайтесь на тот канал в том числе, прожимайте на колокольчик и выбирайте все уведомления с канала. Если вы не подписаны на этот канал в том числе, то тоже подпишитесь, ну и сделайте, в принципе, все то же самое. Еще буду благодарен, если вы поставите лайкос. И в данном видео, ребят, мы затестируем новый режим 10 на 10, который был запущен вчера вместе с обновлением. Кроме того, стоит отметить, что для популяризации данного нового режима разработчики добавили квестик, который предоставили на 5 дней. И за эти 5 дней необходимо сделать 200 киллов именно в этом режиме. Все 200 киллов меня не интересует, потому что сам камуфляж, ну, как бы не сильно интересен, по крайней мере, для меня. Ну и особой ценности не имеет. То же самое касается и фонопрофиля. А вот в отношении других наград, почему бы и нет. За 50 киллов можно получить себе контейнер филигранный, из которого можно получить себе Бизонте С45. В моем случае компенсация 3750 голды и шанс выпадения машины всего лишь 0,25%. Ну а плюс к тому, можно получить немножечко голды и по чуть-чуть разных частей на машинке, которые, возможно, вы дособираете, ну и, соответственно, поставите себе их в ангар. В частности, за того же самого револьвера можно получить компенсацию голдой, поскольку данная машина является коллекционной. Плюс к тому, есть бустеры, внешний вид, есть атрибут ангара, еще один внешний видик и осколки, которые, мне кажется, вообще никого не интересуют. Кстати, напишите, пожалуйста, свое мнение в отношении осколков, нужны ли они вам и как вам идея по поводу того, чтобы разработчики дали возможность за данные осколки открывать какие-то контейнеры, в которых хотя бы свободный опыт будет, а не просто новые внешние виды, либо те же самые аватары. За 75 киллов можно получить две бочки. И видео по поводу открытия целых 50 бочек на канале GSN Games уже есть, поэтому переходите по ссылочке, которая есть в описании, посмотрите данное видео и посмотрите, что получилось из открытия 50 таких бочек. В данных бочках собраны танки, начиная от 5 уровня и заканчивая десятками, в том числе новый танк LKPZ 70K, обзор на который я выставил через 2 минуты после того, как машина официально появилась в игре. Да, вот такой вот я быстрый по контенту и выставляю обзоры новых танков, как только разработчики их выкладывают. Ну а за 100 киллов можно получить себе ключ от запертого контейнера и в будущем открыть один из контейнеров абсолютно бесплатно. У меня есть часть данных ключиков, если говорить точно, то у меня их по-моему целых 24. Ну и в целом, для того, чтобы гарантированно забрать какую-нибудь машину из запертых контейнеров, необходимо открыть их 30 штук. Поэтому мои шансы постоянно увеличиваются. В итоге, моя цель в отношении данного видео затестить сам режим 10 на 10, сделать несколько киллов. Ну а на вечерней прямой трансляции, на которую всех приглашаю, буду продолжать играть в режиме 10 на 10, для того, чтобы киллов делать все больше и больше и за 5 дней все-таки уложиться. Кстати, по поводу того, чтобы добраться, по моему мнению, до самой центровой награды, а именно до ключика от запертого контейнера, необходимо сделать 100 киллов за 5 дней, того получается 20 убийств ваших соперников в течение одного дня. С учетом того, что бои 10 на 10, я так понимаю, шансы как таковые есть. Ну что, поехали, давайте попробуем. Я буду ехать на ВК-90-01П на клиночке по одной простой причине, потому что урон неплохой, броня есть и живучесть у машины тоже довольно неплохая. Ну что, погнали тестировать. Итак, ребят, давайте начинать тестировать. Первая катка в этом режиме и что я себе думаю? Первое основное, что должны сделать союзники, это поехать толпой. Почему поехать толпой? Потому что если вы распределитесь по всей карте, но это мое предположение, то вы, вот как в обычных боях, встретитесь, допустим, трое на трое со своими соперниками. Или, допустим, вас будет двое, а соперников будет четверо. Ну то есть, таким образом, будет в любом случае какой-то перевес, либо равные шансы на перестрелку между собой. А вот если заехать всей командой против двоих-троих соперников, то у вас есть все шансы на то, чтобы этих соперников поразбирать. Ну и дальше поехать разбирать оставшихся, что, мне кажется, увеличивает шансы на победу однозначно. Почему он взял клинка? В принципе, я уже сказал. И вот в начале боя против СТБ это дало позитивный результат. Я получил непробитие, хотя СТБ тоже пробить не получается. Команда распределяется по карте абсолютно хаотично. И, как я понимаю, игроки еще не прокусили саму тактику. ПТ-шка и ТТ вражеские поехали на правое направление по отношению к нашей команде. С левой стороны также есть тяжелый танк. Ну и выехали на середину карты все те ребята, которым здесь, в принципе, и место. Тот же самый СТБ-1. Наши ребята держатся кучи. Это уже неплохо, хотя пока это каких-то особых результатов не дает. Не знаю, насколько удобен данный режим. Мне лично пока не очень нравится. Но, опять-таки, это предположение. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Дело в том, что в свое время, перед тем, как перейти в Блиц, я играл в большие танки. И вот игра в большие танки меня начала утомлять именно тем, что бои там затяжные и долгие. Именно по этой причине я перешел в Блиц, потому что здесь можно играть 7 на 7. И бои, соответственно, будут более короткими. Это первое. Второе, что стоит отметить, что самый мой любимый режим, это бои как раз в таком режиме, как столкновение. Там, где вы играете вообще 5 на 5 на коротких картах. Ну, то есть на уменьшенных картах, на одной третьей какой-то стандартной карты. Таким образом, получается, что данный режим в целом возвращает меня к истории в больших танках, куда мне возвращаться абсолютно не хотелось. Здесь мне прикрытия никакого нет. Меня великолепно здесь разбирают. Наш Шеридан пытается перестреливаться с кем-то, кто находится за пределами данного холма, вместо того, чтобы поддерживать меня в борьбе с вот этим вот товарищем неплохо забронированным. Ну и плюс к тому Бабаха, которая сейчас не кисло накинет ему. И на этом история будет окончена. У меня осталось хпшки, всего ничего. Вон, 664 единицы. Радует хотя бы тот факт, что я смог нанести урона по соперникам. Ну и плюс к тому радует факт того, что у меня получилось... Ой-ой-ой-ой. У меня получилось сделать один фраг. Еще один фраг сделать под вопросом. Шеридан умудрился зайти вообще на... ...управляемых снарядах. Зачем он это сделал, я не понимаю. Скорее всего, ради какого-то кайфа. Но мне почему-то кажется, что особо кайфа, играя в этом режиме, от ракет получить не получится. Потому что соперников уж слишком много. Уж слишком многих соперников необходимо контролировать, где кто находится. Ну и, соответственно, кто тебя выцеливает. На данный момент у нас счет по оставшимся выжившим 3-3. Ну и мне почему-то кажется, что наши товарищи сольются довольно-таки благополучно. Если сейчас у Шеридана не получится нормально добрать супер коня. В целом, режим довольно неплохой, если к этому режиму будут подвязаны возможности. Допустим, не знаю там, увеличение ХП по танкам. Вот это было бы немножко поинтереснее. Для того, чтобы бои были, да, пускай более долгими, но интереса было бы больше. Но разработчики решили оставить количество ХП у каждых из танков на том уровне, на котором они и есть в обычных боях. Да, и в некоторых режимных боях. Короче говоря, изменилось что? Изменилось просто количество соперников, изменилось количество союзников. Ну и то, к чему это привело, я уже, в принципе, озвучил. Привело это к тому, что бой становится более долгим. Соперникам становится, в связи с тем, что их больше, их становится больше вокруг тебя. И если раньше ты понимал, что с правой стороны, допустим, находится трое соперников, то один где-то катается и еще трое находятся на другом направлении, то здесь сейчас следить за миникартой практически невозможно. Ну и в целом быть уверенным в том, что шансы на победу плюс-минус как-то равны, ну, мне кажется, сложновато. Хотелось бы, конечно, все-таки, чтобы союзники ездили толпой, не останавливались, не стояли просто на линии прострела, а выезжали на двух-трех соперников, убедившись в том, что их именно столько там. Ну и, соответственно, при этом всем начинали их бодро разбирать. Пока двое или трое союзников держат на себе, возможно, такое же по количеству соперников. Ну, вот мой результат. Срединка. По количеству нанесенного урона все в целом, как в обычных боях, не считая вот Шеридана ракетного, на которого я зря грешил, потому что был уверен в том, что он сольется. Ну и наш Т110ЕС-4 показал тоже великолепный результат. Вот такие вот мои результаты по первой каточке. Предлагаю зайти еще в одну катку, ну и, соответственно, попытаться сделать чего-то большего. Единственное, что на данный момент тип техники я поменяю. Я возьму гриля и попытаюсь просто попытэшить. Почему меняю тип техники? По одной простой причине, потому что обратил внимание, что в предыдущем бою соперники между собой, ну, я имею ввиду союзники и соперники, то есть соперствующие между собой команды, они в первую очередь сосредоточены на тех танках, которые находятся рядом с ними. А вот на те танки, которые находятся вдалеке, как правило, я обратил внимание, внимание абсолютно не обращают. Поэтому попытаюсь сейчас занять какую-нибудь ПТ-шную позицию. Посмотрю, куда поедет большинство нашей команды. Сейчас опять пошел разброд и шатание. В прошлый раз это не давало особых результатов. И в целом, если бы не, слава богу, Шеридан, то ничего хорошего с этого бы не получилось. Команда соперников, как вы видите, скучковалась между точкой С и Б за укрытиями. И вот теперь начинается вот эта стандартная перестрелка, в которой мне необходимо попытаться нормально запытэшить. Ждем, ждем того, на ком можно попытаться отыграться. И скорее всего, это должен быть вот этот вот товарищ. Ну и 572, пока благополучно залетает. ВЗ-55, которого наделили сейчас двумя снарядами в барабане, становится на позицию и перестреливается с еще одной такой же ВЗ-хой. Не успеваю, не успеваю нанести урона. Обидно, конечно. Тогда поехали ВЗ-ху поддерживать. А что остается? ВЗ сейчас получит вторую тычку, однозначно. Нет, решил на меня свестись. Решил свестись на меня. Ну ладно, давай ВЗ. Доберет кто-то ВЗ-шечку однозначно. И вот теперь то, о чем я говорил. Опять-таки, непонятно, с какой стороны ожидать прилета. И это действительно усложняет игровой процесс. Ну то есть вопрос непредсказуемости остается дико открытым. Блин, если бы не орудие ФВ-шки, сейчас бы нормально зарядил Яг... Ягушки Е100 в нижний бронелист. Отходим немножко дальше. Смотрим на Ягу. А Яга, кстати, далеко не дура. Далеко не дура ожидает меня как раз с этой стороны. На меня выезжает потихонечку гриль. Попытаюсь дозахватить точку. Есть, точку захватил. И, соответственно, отходим назад. Встречаем гриля. И, блин, отправляемся в ангар. Фраг сделать не получилось. Теперь давайте будем смотреть на результаты. Двое погибших у команды соперников. И четверо выживших в нашей команде. Понятное дело, что это однозначный фейл. Однозначный проигрыш. Ну и, как я обратил внимание уже по второй каточке, все-таки решает вопрос выжидания. Вот та команда, которая становится в определенных позициях и просто ждет, пока подкатится команда соперников, та, в первую очередь, начинает наносить первый урон. И, поскольку количество хп у танков не увеличено, ну и, соответственно, таким образом сразу команда, которая начинает накидывать первый урон, получает свое в бою превосходство, которое в дальнейшем может реализовывать, добирая танчики. 1670 единиц нанесенного урона. Ну и по результатам своей команды, ничего себе, я занимаю целое второе место. Нормально. Хорошо. Окей. Тогда сделаем еще немножко лучше. Возьмем ПТ-ху, опять-таки. Но при этом всем ПТ-ху, которая обладает броней и поворачивающейся в то же время рубкой. Поехали в третью каточку. Опять-таки в тот же самый режим. Попадаем опять на Нормандию. Ну и здесь, блин, я уже не знаю, что делать. Наверное, я подожду. Немножечко подожду в начале боя, куда поедут соперники. Посмотрю, где скучковались наши союзники. Посмотрю на засветы и потом уже начну пытаться с этим что-то делать. Четыре ПТ-хи против нас. Четыре тяжелых танка и всего лишь два средних. Как сейчас отыграем? Бог его знает. Пускаю вперед наших союзников. Союзники, в принципе, идут по двум направлениям. Одни пошли на точку Д, вторые на точку Б. Там их встречает коро 45 тонн. Первый засвет плюс второй засвет по ринчеронте с левой стороны. Абсолютно никем не прикрытый приезжает на точку А. Т110Е5. И, блин, там же находится гриль. Что делать, блин? Что делать? Ну, поехали. Поехали. Здесь по ХП немножко его разобрали. Значит, в принципе, шансы у меня есть на то, чтобы с ним поперестреливаться. Плюс обладаю броней. Ну и в то же время ко мне потихоньку гриль подтягивается, который, опять-таки, практически никем не кроется. Ну, давай, родимый. Вытягивай. Вытягивай хомяк. В хомяка я верю. В хомяка я верил всегда. Не зря я себе его хотел. Еще один фейл от Т110Е5. Что-то мне подсказывает, что он тоже немного боев отыграл в этом режиме. Еще 370. Закидываем. Ну что ж, давайте потихоньку начинать атаковать. Сама точка, в принципе, меня интересует крайне мало. Меня интересует фраг. Так. Влечимся. Влечимся. Хэвик едет. Едет Хэвик, барабана которого больше, чем достаточно для того, чтобы меня добрать. Но мне бы хотя бы фраг сделать, я не знаю. Чтобы в ивенте как-то дальше проходить. Остановите кто-нибудь Хэви. Остановите его. Не дайте ему идти ко мне. Есть непробитие. Мой шанс. Мой шанс сделать еще один фраг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Стратил. Стратил свой шанс. Хури. Хэвик падает вниз. Неужели он успел перезарядиться? Нет, не успел. Да и слава богу. Прячусь. Прячусь за дохлым Хэвиком. Но, Проджет. Давай. Давай попытаемся с тобой как-то немножко поперестреливаться. Ты-то у нас товарищ картонный. В тебя я не сильно верю. Ну и добрали Хури. Наконец-то. Наконец-то мощная победа. И вот теперь по результатам трех каток могу в принципе, ну не могу сказать, что прям, знаете, вот прям стопроцентную уверенность в своей правильности суждений высказывать. Но все же, в режиме 10 на 10, что дало свои результаты? Первое. Дало результаты то, что команда все-таки поехала толпой. Второе. Команда не прошла через вот эти вот все холмы, а просто стояла и встречала своих соперников, которые на них выезжали. Ну и соответственно начинали отхватывать урон от нашей команды. Ну и когда они начали отхватывать урон, тогда уже сам себя чуть не похвалил. Хотя я очень был хорошим молодцом в данном бою. И вот как раз вот этот момент того, кто первым начинает наносить в этом режиме урон. Он в принципе свои результаты и дает. С удовольствием на стримчике покатаюсь в этом режиме. Вместе с вами попрохожу данный квестик и надеюсь дойду до вот этого ключика. Пока я сделал только три фрага, но в целом уже очень доволен. Пишите свои комментарии обязательно в данном видосе. Напоминаю по поводу того, что публиковать видео планирую разные на двух разных каналах. Ссылочку на второй канал вы найдете в описании. Если не подписались ни на один, ни на второй канал, я думаю вы знаете, что необходимо сделать. А я вам буду безумно благодарен. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok